Итоги деятельности правительства за первое полугодие и ход реализации государственных и отраслевых программ доложил сегодня Нурсултану Назарбаеву премьер-министр. По словам президента, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в регионах. Глава государства отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах. Кроме того, президент остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального госаппарата. Некоторые участки дороги Актау-Форт Шевченко, отремонтированные только в прошлом году, уже пришли в негодность. На дороге появились бугры высотой до 15 сантиметров. Причиной, как выяснилось, послужил материал, который использовали при укладке дорожного полотна. Стабилизатор грунта не подходит к местной почве. И теперь ремонтировать аварийные участки подрядной организации придется заново, но уже с помощью проверенных технологий. Проект участка дороги от Актау до Форт Шевченко прошел госэкспертизу еще в 2013. Тогда специалисты постановили, что для качественных работ в состав дорожного полотна необходимо включить особый стабилизатор грунта. Строители уже успели проложить 18 километров дороги с дополнительным наполнителем, когда обнаружились проблемы. Стабилизатор, вступая в реакцию с почвой, богатой гипсом, начал разбухать. На поверхности асфальта появились большие бугры. Мы заподозрили неладное в 2015 году, когда асфальт с использованием такого стабилизатора на дороге до Биенео пришел в негодность. Потом и у нас на участке длиной 18 километров начались проблемы. Но в 2016 году использование этой смеси запретили в Казахстане. Поэтому оставшийся участок мы строили по старинке. Сейчас там идеально ровная дорога. Теперь особо поврежденный участок в 400 метров компания-подрядчик переделывает за свой счет. Ведь гарантийный срок в два года еще не закончился. Контролируют процесс депутаты, которые первыми подняли этот вопрос перед управлением автодорог области. По заданию Акима области теперь мы проверяем качество всех дорог, которые были построены или еще строятся в регионе. Скоро поедем на дорогу Ахтау-Жетебай, потом до Жанаузеня и далее Бейнео. В будущем планируем проверить и качество дороги, которая сейчас строится от Бейнео до границы с Узбекистаном. Я почти каждый год езжу по этой дороге до форта Шевченко. И в прошлом году ездить на этом участке стало опасно. Бугры было видно издалека. Водители постоянно возмущались. Но сейчас дорогу ремонтируют. Надеюсь, она станет ровной. Работу на участке планируют закончить уже через 10 дней. Остальные 17,5 километров обследуют специалисты. И если признают, что дорога непригодна к эксплуатации, то подрядчик будет ремонтировать за свой счет и этот отрезок пути. Ольга Золотых, Ренат Дусалиев, Мангисталская область, Хабар-24. Правительство Кыргызстана обнулило таможенные пошлины на ввоз электромобилей, чтобы стимулировать импорт. И теперь будущие владельцы машин с электродвигателя могут завозить их в страну абсолютно беспрепятственно. Платить придется только за стоимость машины. Бака Чермашев расскажет подробнее. Нулевые таможенные ставки на электромобиль. Чем не повод обзавестись машиной с электрическим двигателем? Экономия налицо. Сейчас стоимость таможенного оформления даже малолитражки – несколько сотен долларов. Кроме того, дальнейшая эксплуатация электромобиля дешевле, чем его бензиновых собратьев. Правительство решили использовать эти преимущества. Другая категория автомобилей, которые попали под стимулирующие меры правительства – автотранспортные средства с гибридными двигателями. Это машины, которые начинают движение при помощи электродвигателя. После того, как они набирают высокую скорость, в работу вступает бензиновый двигатель. Новые ставки таможенного оформления на них минимальны – от пяти до шести центов за один кубический сантиметр. Я думаю, что это очень сильно нам поможет и обновить парк автомобилей, даст возможность многим гражданам купить просто машины по новым ценам. Ну и, я думаю, полтора года надо максимально использовать для того, чтобы именно обеспечить население более новыми машинами. Полтора года, о которых говорит экономист, это срок, пока будут действовать нулевые и с сниженные ставки таможенного оформления. 1 января 2020 года Кыргызстан ведет более высокие таможенные тарифы Евразийского экономического союза. Еще одна причина, по которой правительство страны разрешило бесплатно ввозить электромобили – забота об окружающей среде. Сейчас в стране машин с электрическим двигателем не больше нескольких тысяч. После того, как таможенные ставки обнулились, их должно стать гораздо больше. В Средиземном море у берегов Кипра затонуло судно с нелегальными мигрантами. Погибли 19 человек. Больше 20 пропали без вести. Из 150 пассажиров удалось спасти только 103. На помощь терпящим бедствия людям пришли турецкая и кипрская береговые охраны. В операции также участвовали коммерческие суда, находившиеся в зоне крушения. Выживших вертолетами доставили в Турцию. Одного пассажира в критическом состоянии отправили в больницу на Кипре. Турецкие СМИ сообщают, пострадавшие жители Сирии, которые направлялись в Европу. Предположительно, судно пошло на дно после того, как в машины отсек начала заходить вода. В Турции прекратил действовать режим ЧП, введенный два года назад, как сообщает агентство Андалоду. Он завершился в час ночи по местному времени. Это произошло после того, как президент Раджеп Таип Эрдоган отказался его продлевать. При этом в пресс-службе главы республики напомнили, особый режим может быть возобновлен в случае возникновения террористической угрозы. Его впервые ввели в Турцию в сроком на три месяца. Сразу после попытки военного переворота летом 2016-го впоследствии он продлевался семь раз. Пока страна жила в условиях чрезвычайного положения, действовали ограничения на проведение митингов. Кроме того, силовые ведомства имели более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. За это время власти уволили больше 130 тысяч политиков, юристов, преподавателей и полицейских. Группа военнослужащих Турции предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране в ночь на 16 июля 2016 года. В столкновениях с военными погибли 248 человек и еще порядка двух тысяч получили ранения. В организации мятежа власти обвинили оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Однако проживающий в США лидер движения Хизмет свою причастность к перевороту отрицает. После попытки переворота прошло уже два года. Нарушители задержаны и терпят наказание в судебном порядке. Поэтому я считаю, что прекращение чрезвычайной ситуации вполне законное и верное решение. Теперь власть должна сосредоточиться на экономических проблемах страны. Рынок требует стабильности. Не так ли? Обесценилась национальная валюта и растет инфляция. Стране необходимо принять действенные краткосрочную и долгосрочную экономические программы. 22 члена экстремистской группировки Бока Харам задержаны полицией Нигерии в ходе спецоперации, которая проходила в штате Борно. Как передает агентство Синьхуа, 8 из арестованных причастны к громкому похищению школьниц из интерната в городе Чебок в 2014 году. Тогда радикалы напали на женский лицей и увели в плен 276 школьниц. Позднее при посредничестве Красного Креста часть похищенных девушек освободили. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены. Среди задержанных также несколько полевых командиров и люди, занимавшиеся снабжением группировки. Все они признались в преступлениях. Добавлю, за последние 8 лет боевики убили 20 тысяч человек и похитили десятки тысяч местных жителей. Антимонопольный орган ЕС оштрафовал компанию Google на рекордные 5 миллиардов долларов. Еврокомиссия заключила интернет-гигант и использовал свою операционную систему Android для обеспечения монопольного положения на рынке интернет-поиска. Теперь у материнской компании Google Alphabet есть три месяца, чтобы изменить линию поведения в бизнесе. В противном случае компания столкнется с дальнейшими штрафами, хотя она легко может позволить себе выплатить их. Денежные резервы компании на конец марта составляли 103 миллиарда долларов. Однако корпорация уже заявила, что обжалует решение регулятора. Мы будем пристально следить за этим. Если Google не подчинится нашему решению, последуют штрафные санкции. Они будут достигать 5% среднего ежедневного оборота Alphabet, владеющий Google, за каждый день выполнения требований. Доработкой проекта «Будущее без барьеров», который направлен на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями, займется партия Нур-Отан. Об этом во время совещания заявил первый заместитель председателя партии Моулен Ашимбаев. По его словам, проект будет развиваться по четырем основным направлениям. Это создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Содействие в инклюзивном образовании, помощь в трудоустройстве и совершенствовании законодательства в этой сфере. Со стороны партии этот вопрос будет курировать секретарь Тамара Дюйсенова. В совещании принял участие и председатель городского филиала Нур-Отана Осет Исекешев, который сообщил, что в столице работа по улучшению качества жизни инвалидов проводится на регулярной основе. Вопросы жилья для граждан с инвалидов, это больная тема. Никто про это не поднимает. Это основной вопрос проживания граждан с инвалидов. Основа из основ это доступность в службу для граждан с инвалидов. Когда мы говорим доступность в службу, туда включается жилье, туда включается хождение в парикмахерскую, париклинику и так далее. Я с учетом сегодняшнего совещания такое решение приму, что в состав городсовета мы включим представителей НПО без ограничен возможностей, которые будут смотреть все проекты отныне с точки зрения уже на этап проектирования и концепт идей. Я думаю, это правильно. Второе. Мы в Астанат Генплан и Астанат Транспорт нашей компании тоже возьмем консультантов-советников, постоянное основе. Эта работа проводится, но на постоянное основе возьмем людей в качестве консультантов. Партия энергетического напитка с повышенным содержанием пищевых добавок снята с продажи в Казахстане. Об этом сообщили представители Комитета охраны общественного здоровья на пресс-конференции в СЦК. Специалисты отметили, 82% заболеваний в стране на сегодня имеют неинфекционную форму, то есть их развитию способствует неправильное питание, отсутствие физических нагрузок и вредные привычки. Злоупотребление энергетиками – один из таких факторов. Для комплексного решения назревших проблем Инздрав реализует проект «Здоровые города». Он объединит акиматы, коммунальные службы, полицию и экологический надзор, которые будут совместно делать каждый город комфортным для проживания. Планируется, что построят велодорожки, новые парки, стадионы. И особое внимание будет уделено работе с населением. Сегодня Казахстан по количеству пьющих людей от 15 лет и старше потребления спиртовых настоек и так далее занимает первое место в Центральной Азии. То есть прежде чем дойти до мировых развитых стран, нам надо хотя бы преодолеть по алкоголю вот этот барьер, который есть. И на душу населения, начиная от 15 лет, у нас потребление алкогольных напитков на одного человека занимает почти 9 литров в год. Сотни казахстанских старшеклассников собрались в Карагандинской области. На полигоне учебного центра «Спаск» стартовал республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». В этом году его посвятили 20-летию столицы. Подробнее в материале Ярнура Дузжанова. Военная спецоперация, фигуры высшего пилотажа и грандиозный флешмоб. Вот уже в четвертый раз на полигоне «Спаска» развивается флаг «Айбын». Перед стартом слава на путь и участникам дали государственный секретарь, ветераны вооруженных сил и руководство Министерства обороны и Генерального штаба страны. Ваши сердца должны пылать беззаветной любовью к родине. Вы должны быть здоровыми, подтянутыми и крепкими. Ваш ум должен быть отточен для решения самых сложных задач. Для этого вам необходимо усердно учиться, набираться новых знаний, при этом заниматься саморазвитием непрерывно. А самое главное, горячо любите свою родину. В этом году в сборе принимает участие более 600 подростков со всех регионов страны. Это воспитанники военно-патриотических клубов, военных школ, интернатов и победители областных отборов. Особенностью четвертого слёта стало участие воспитанников военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях, учреждениях вооруженных сил и пограничной службе КНБ. Мы готовились 2-3 месяца. Мы готовились физически и психологически. Сейчас мы уже привыкли. Нам здесь очень уютно и хорошо. Нынешний слёт обещает быть незабываемым. Организаторы подготовили насыщенную программу. Участники познают азы армейской жизни, ознакомятся с современными образцами военной техники и вооружения, выявят сильнейших в состязаниях по робототехнике и военно-прикладным видам спорта. Сбор молодёжи Айбы продлится до 21 июля. Юрнур Душанов, Ерзат Зайдхан, Хабар-24, Карагандинская область. Атаравские заводы по выращиванию осётра за последние 20 лет выпустили 140 миллионов мальков. Ежегодно каждый из заводов выпускает в море по 7 миллионов особей, поддерживая таким образом сокращающуюся популяцию. Специалисты уверены, усилиями рыбзаводов можно не просто восстановить фонд, но и сделать Казахстан одним из крупнейших производителей ценной рыбы. Осетов выращивают из таких икринок. Сначала их помещают в инкубаторы, позже подросших мальков переводят в специальные пруды – рыбный детский сад. И только потом, когда осётры наберут необходимую массу, их выпускают в большую воду. Мы в Уральной воде её выращиваем, чтобы она больше, когда мы её выпустим в реку, чтобы она более прижилась к жизнедеятельности наших водоёмов, чтобы она уже, когда в море спустилась, скатилась, тогда вот она уже была более жизнестойкой. И уже, видите, малёк какой у нас, более упитанный, навеска очень хорошая, поэтому она больше и лучше выживет в таких условиях. Технологии, по которым сегодня растят осетра, сами специалисты называют устаревшими. Чтобы наладить современное, а главное – эффективное производство, атераусские рыбозаводы будут модернизировать. По словам учёных, 1-1,5% мальков возвращаются на промбазу по достижению зрелого возраста. Мы посчитали, что было выпущено около 150 миллионов мальков. Согласно данным расчётам, 150 тысяч особей рыбы должны вернуться обратно. После модернизации на заводах установят системы замкнутого водоснабжения, которые позволят регулировать температуру воды. По новым технологиям рыбоводы обещают выпускать не 7 миллионов мальков в год, как сейчас, а все 12. Алия Сыздыкова, Тимирлан Султангазиев, Жандос Рахметурин, Хабар-24, Атераусская область. Ернар Садербаев, завоевавший первое место на конкурсе «Славянский базар», встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями от участия в фестивале. Казахстанский певец, выступающий под псевдонимом «Амре», не стал обладателем гран-при, несмотря на равенство балов с румынским исполнителем. Но свое выступление Ернар все равно считает важной победой не только для себя, но и для всех казахстанцев. Мы получили одинаковое количество баллов, но тем не менее, я очень счастлив. Решение о присуждении гран-при было принято жюри. Для меня главное, что я представлял свою страну, и я этим очень горжусь. И о спорте. Шесть новых дисциплин добавят в программу зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине. Это женские одиночные соревнования по бубслею, женский мужской фристайл в дисциплине «Бигэйр», смешанные командные соревнования по фристайлу и сноуборд-кроссу, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина и эстафета в шорт-треке. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Особенностью Олимпийских игр 2022 года также станет рекордное число спортсменок. Квота для женщин увеличилась с 41% до почти 45,5%. Всего же на Олимпиаде в Пекине ожидается больше 2800 участников. А в Астане в скором времени появится еще один теннисный центр. Он будет располагаться в Алматинском районе. Как отмечают в профильной федерации, число тех, кто увлекается этим видом спорта, из года в год растет как среди взрослых, так и среди детей. Последних порядка 800, и это только в столице. Лариса Гречихина встретилась с будущими звездами. В эти дни на кортах Национального теннисного центра по-настоящему жарко. И дело не только в высокой температуре воздуха и ярком солнце. Здесь проходит международный турнир Кубок президента 2018 с участием спортсменов из 25 стран. Параллельно с ними проверяют свои силы и юные ребята до 12 лет. Более сотни теннисистов из девяти регионов ловко владеют ракеткой и мечом. И с удовольствием делятся своими историями. Когда я была маленькая, мои родители увидели этот теннис. И этот теннис им так понравилось. И они решили меня туда отправить. Мне изначально теннис вообще не нравилось. Я в неделю ходила где-то три раза. Я проспала. И мне этот теннис не понравилось. В один день я хотела бросить. Но потом, на следующий день, такой прекрасный день был. Я решила не бросить. Я хочу продолжать. И я хочу, чтобы я в будущем добивала своей мечты. И стала первой ракеткой мира. А чтобы мечты этих ребят сбывались, в стране создают все условия. К слову, в национальном теннисном центре набирают в группы совсем еще малышей. Им рассказывают и показывают, как правильно работать сначала с мячом, а затем и с ракеткой. Для тех, кто немного постарше, также разработан план. Производится первичное тестирование, распределение по группам. С прошлого года мы ситуацию немножко поменяли. Раньше мы набирали сразу на бесплатные группы. Сейчас мы считаем, что все-таки ребенок, который год отзанимался, в любом случае лучше занимается, чем ребенок, который только пришел. Поэтому новички попадают в платные группы. Цены очень невысокие, демократические. После того, как они год-два занимаются, показывают хороший результат, мы их переводим на бесплатную основу. То есть в этом плане мы поддерживаем наших талантов, те, кто действительно хочет развиваться и заниматься теннисом. К слову, таких с каждым днем все больше и больше. Именно поэтому в Астане в скором времени появится новый теннисный центр. Уже прошли тендерные процедуры. Мы надеемся, что со дня на день уже начнут строить. В парке «Жеруик-2» там будет большой теннисный центр на 8 открытых кортов, 6 открытых. Вся инфраструктура необходимая для проведения соревнований, тренировочного процесса. Будут гостиничные номера, то есть могут приезжать теннисисты, проводить сборы. То есть появится вторая альтернативная база, где наши детишки смогут постоянно тренироваться. Ну и плюс появится конкуренция. Когда есть два центра, они между собой начинают конкурировать. Конкурировать будут не только центры, но и будущие звезды большого тенниса. Сейчас они еще совсем юные, но уже принимают участие в серьезных турнирах. Лариса Гречехина, Гани Алшимбаев, Хабар-24, Астана. Ну а прямо сейчас эфир телеканала в прямом эфире продолжает брифинг службы центральных коммуникаций.